Это как раз таки философия победителя. Потерпеть, преодолеть боль. Да, это больно, но это может быть не так больно, как простому человеку. Ты привыкаешь и это развивает характер. После соревнований, конечно же, остаются синяки, хотя на самом деле набив тело бывает такой, что, в принципе, синяки ударные после такой работы. У нас есть даже нормативы на сдачу поясов. Желтый пояс, он должен порядка 45 раз при подходе отжаться и порядка 8 раз сразу же сделать потяну. Мы раньше, когда приезжали, буквально какое-то призовое место на Европе, Кубке Европы, а если чемпион, так это вообще было, вообще сверх того, то последние три года мы постоянно привозим призовые места и каждый из спортсменов, в принципе, уже потихоньку рассчитывает на какое-то призовое место и борется с его. Есть очень много факторов, которые влияют на то, вырастет ребенок чемпионами линии. Вопрос тренера, вопрос родителей, как они будут поддерживать интерес, насколько ему захочется это все делать, потому что это очень трудно. Иду, помню, со школы и висит объявление, что принимаются на кружок по карате. Я вот сразу захотел, вот с лету. Сразу побежал домой, просить папу, папа, взять меня на карате. Вот хотел, вот что-то, кубков хотел, хотел медали. Вот мне было, вот, как сказать, не могу передать это чувство, вот прям очень хочется. Конечно, было больно, надо было привыкать к ударам. Это вообще, ну, типа, это очень важно, чтобы ты не боялся ударов. Ну, если ты боишься ударов, у тебя нет смысла драться. Получается, выходишь на бой и боишься ударов. Ты ничего, кстати, не можешь сделать. Ты начаться, получается, сразу проигрываешь. Так что я пытался не бояться ударов, я терпел удары и шел к своей пище. У тех ребят, которые могут работать над своими ошибками, понимая, что неудача это часть пути, что сегодня у меня не получилось, но у меня есть компоненты, которые нужно доработать, я иду дальше. Это, кстати говоря, является тоже очень важным фактором, почему одни становятся хорошими спортсменами, а вторые не становятся хорошими спортсменами, потому что есть такой критерий, если я проиграл, значит все, я не буду заниматься. Да, это очень плохая философия и она, к сожалению, у нас в жизни очень часто присутствует. Остаются те, кто работают над собой и так появляются чемпионы.